Дверь открывается так, чтобы нужно было прибить кого-то. Дети в шоке, куда нас всех? Слушай, а как тут сидеть? Тут, наверное, эта штучка одна поднимается? Да, поднимается. Снимай курточку, раздевайся сначала. Вот такое раз, два и три. Это так мало местечка вообще. Там чемодан. Узи-пуси-пусенький проходик. Папа-медведь. Лилипутки. Ты снимаешь? Да. Коридор, коридор, плечи не влазит. Давай ребенка разделять. Коридор плечи, я еле, ну, это, оно не поднимается. Слушайте, цените наши поезда, ребята. Но, как бы не знаю, вот это все. На троих, на троих, но дорого, намного дороже, чем. Четыреста с копейками. А есть сидячие места? Четыреста двадцать или как-то там. Да. Можно спать, сидя, всю ночь едешь, сидя. Мусор. Вот мусорный маленький. Дерка. Я твою попу снимаю. Ну, потом, давай, сейчас. Ага. Мусор. Так, что еще? Прикол. Та-дам! Это надо платить, я думаю. Конечно. Так, ну и вот такие шторками так все. О, сейчас. Тут невозможно снимать. Это еще меньше, чем у ребят кухня. Ты тоже туда хочешь забезать? Чего-то. Там зато постелька есть. А что вот это, интересно, за кнопочки? Это, наверное, складывать, слушай. Это, наверное, складывать ее можно. Ну да, это вот тут. Потом попробуем. А, это... А, это детка! У-у-у-у! Ну-у! Смотри, насколько я надеюсь. А тут тоже есть? Не выпало. А тут нет. И тут есть. Наверху. Ага, ага. Ну, что там падает. Ты будешь здесь спать, и не упадешь. Снимай буты, и я тебя заклею. Такие тут лампочки. Отопление регулируется. Что это? Отопление? Отопление. Вау. Можно регулировать калорий. Ага, вижу, вижу. Ну и в принципе нормально вроде отопления. Включайся. Не включается. Сейчас закину тебя в место. Как это включить? Субырка? Нравится? Ага. Ага. Оказалось, вот это все бесплатное. То, что в цене билета. Вот. А что там? Что там есть-то? Еще три горячих напоя. Зестав гигиеничный. Зестав гигиеничный. И... Круассанчики и водичка. Супер. И постельное белье. Мы как лоси взяли с собой постельное белье. Ну, мы на всякий случай. Мы не знали. Нам не спали. И еще три чая или три херба. В общем, три напоя тоже нам в цене. Горячее, да. Ну? И тут такой шкафчик показывал. Да, показывал. Смотрите, когда он шел? Угу. Наш папа искал розетку. А нашел! А нашел! Я даже была уже готова, что там будет туалет. Я там дорогу слышу. Так а что, и вода есть, она попробует? О, вода есть. Ребята. Да, теснота, но зато... Никас пошел, да наш водоплавающий. Никакого смысла не пить. Да. Не-не-не. Никас. Все, хватит. Закрываем. Все-все. Мы приехали, выдохнули. Теперь рассказывай про поезд. Ну, все классно, только точно так же, как и у нас. Вдвоем с ребенком спать, ну, очень-очень тяжело. Поэтому в итоге я постягивала у всех матрасики. Ну, матрасики, одеяльца такие. Постелила на пол это все, потому что я уже так хотела спать. Просто сил не было. Ну, и спала на полу в этом узеньком проходике. Еще было очень душно. Ну, тоже так же, как у нас. То есть, двери не откроешь, потому что, ну, как бы, безопасность. Окно не откроешь, потому что холодно дует. Задувает. Да. Ну, и, конечно, Вова там спал под потолком, бедняга, тоже там душно. Реально под потолком место, вот, буквально от пуза до потолка, ну, по локоть. То есть, вот, от пальцев до локтя, вот такое расстояние. Ну, я вот так думала, у кого клаустрофобия, ты лежишь над тобой вот так. Ну, как в просторном гробу, скажем так. Вообще. То есть, как бы, Ева спала, слава Богу, как убитая, Ника психовал. Не, пол ночи он так себе. Мы взяли такой пояс специально, чтобы он подольше шел, чтобы можно было ночью, ну, поспать. В принципе, мы могли за 6 часов доехать, но мы взяли, в пол шестого он приехал. Значит, пандолина, пандолина, словно известный, едет 6 часов, этот едет 11 с половиной. Да, но пандолина сидеть надо, то есть, или брать там, ну, то есть... Ну, и бегать между рядами. Сидя, я вообще не представляю, как бы мы доехали. В общем, в итоге мы приехали в пол шестого в Гдыню, еще темно, дети в шоке же, мы их разбудили ночью. Они не понимают, почему мы встали вообще ночью. Вот, потом еще мы по Гдыне гуляли, потому что нам, ну, как бы, рано было ехать в эту нашу Гуру. Море, конечно, помимо этих детей, они у нас вырубились в автобусе уже сюда, вот, я с Чемпио Гуру. Тоже на вокзале в Гдыне нету, как бы, на автовокзале какой-то информации, когда автобусы... То есть, я спросила, бегайте по становисткам, спрашивайте у кировцев, когда кто отходит. Стоял автобус, я говорю, когда вы отпрястили? Через две минуты. Вова бегом за этими чемоданами в шавку забирать. В общем, он такой, через 30 секунд развел руками, ну, извините, Паня уехала. Я звоню Вове, Вова с этим чемоданом, ручка у нас отвалилась, которая... У нас все ручки отвалились. Отвалилась та ручка, за которую везти, потом отвалилась ручка, которую нести. А что, по Гуре мы уже перекатывали твои чемоданом. Слава Бога, от остановки было недалеко. Но уже выдохнули. А потом, последнее, это когда нам сказали, что у нас номер на самом верху и нету лифта. Вот этот чемодан уже. В общем, мы поняли, что мы его тут выбросим. Две клетчатые сумки. Дешево, надежно и практично. Отправим почты в Краков, чтобы не тащить обратно. Итог, мы хотим ауто. Мы очень хотим ауто. Хоть какой-нибудь. Чтобы от чемодана ручки не отвалилась. На клетчатых сумок накидать и поехали, да. И все туда засунуть. Мы когда ходим в магазин, когда ездим в церковь с детьми в автобусе. И когда куда-то выбираемся далеко. То есть мы понимаем, что нужно хоть какое-то ауто. Ауто, ауто. Ну, заработаем, купим. Поехали. Поехали. Продолжение следует. Поехали. Поехали. Продолжение следует...